Здравствуйте! Мы начинаем курс, который впервые читается на физическом факультете. В ходе этого курса вам различные лекторы расскажут о направлениях в химии, наиболее перспективных, какие достигнуты успехи, какие тренды в настоящее время развиваются. Ну а открою, а начну этот курс я, я прочитаю вам первые пять лекций. Я Долженко Владимир Дмитриевич, доцент кафедры неорганической химии. И начну я с некого введения, расскажу, что откуда и как получилось, расскажу основы химии, о том, из чего она состоит, о том, какие идеи лежат в основе. Ну и в дальнейшем расскажу о материалах, методах синтезов. Ну а далее другие лекторы будут рассказывать о каких-то других направлениях. Ну а начну я издалека. Начну я с классификации наук. Науки делятся на науке о природе. Например, физика относится к наукам о природе, потому что изучают природу. Тем не менее, человек живет в основном в обществе, с природой сталкивается достаточно редко в последнее время. И в настоящее время большое значение имеют также науки об обществе. Ну это науки естественные и гуманитарные. Человек исследуется как с точки зрения естественных наук, так и с точки зрения гуманитарных. То есть как биологический объект и как существо, общающееся с себе подобными. Химия изучает природу и относится к естественным наукам. В естественной науке условно можно расположить на шкале размеров. И физика присутствует на всей этой шкале в той или иной степени. Ну а другие науки отъедают себе некоторые кусочки. Самые большие объекты изучаются астрономией и астрофизикой. Объекты поменьше изучаются географией, геологией. И если раньше география и геология это был удел Земли, то сейчас с развитием луноходов, марсоходов и присутствием человека в космосе геологи и географы уже в состоянии изучать и другие планеты тоже. Еще меньшие размеры это уже предмет биологии. И там живые системы. Живые системы бывают достаточно большие, бывают маленькие. Но все они гораздо больше, чем предмет химии, а именно молекулы и атомы. Атом не является неделимой частицей. Он состоит из элементарных частиц. И это уже раздел физики частиц. Химия, в свою очередь, изучающая молекулы и в ряде случаев атомы, тоже делится на несколько условных групп, разделов. И физическая химия – это использование физических методов для исследования химических объектов. Биохимия – это использование отчасти химических методов для исследования биологических объектов и применения методов химии к биологическим объектам. Ну и, собственно, химия делится на два больших раздела. Это неорганическая химия и органическая химия по объектам исследования. Органическая химия – это в основном химия углерода, а неорганическая – это все остальное. Благодаря многообразию соединения углерода, органическая химия по количеству объектов превосходит неорганическую химию. Ну и, естественно, органическая химия граничит с биохимией, потому что биологические объекты, они, в общем, органические. Теперь давайте перейдем к древней Греции, к тому моменту, когда зарождалась европейская наука. И в европейской науке идея, которая была господствующей, наверное, господствует до сих пор, это осуществование каких-то первопричин, основ. И греки в качестве таких основ первопричин выделяли воздух, воду, землю и огонь. И считали, что все окружающее состоит из этих четырех стихий, которые смешаны, соединены в тех объектах, которые нас окружают. И такова была их картина мира. Некоторым казалось, что четыре стихии слишком много, потому что известно, что вещества, в частности вода, переходит из жидкого в твердое и газообразное. Соответственно, она одновременно является как бы и водой, и воздухом, и в некотором смысле землей. Но попытки сведения все к одному предпринимались, но они не увенчались какими-то выдающимися успехами. Пытались сводить все к воздуху, например, аноксимандр. Фалес пытался все сводить к воде, гераклит к огню. Никто не пытался сводить к земле, потому что земля это наиболее постоянная и неизменная стихия, а все вокруг течет и изменяется. Изменяемый мир сводить к неизменяемой земле, в общем, никто не догадывался. Но все это было перечеркнуто, ну как, не то чтобы перечеркнуто, а попытки завести все к чему-то одному были перечеркнуты Аристотелем, который сказал, что все четыре стихии существуют, что они независимые, что их взаимодействия создают свойства, и происхождение свойств из состава, в общем, впервые было предложено Аристотелем. И в таком виде эта концепция просуществовала достаточно долго, почти две тысячи лет. То есть концепция Аристотеля оказалась очень живучей. Естественно, все, что нас окружает, это подлунный мир, а надлунный мир состоит из эфира. Это была еще одна стихия, которая формировала весь мир, который считался древними греками неизменным, постоянным, тем, на который стоит, скажем так, равняться, потому что постоянство считалось чем-то важным, нужным и полезным. Идеи Аристотеля, наверное, не были бы так важны, востребованы и популярны, если бы не его знаменитый ученик Александр Македонский. Александр Македонский распространял идеи Аристотеля и снабжал Аристотеля различными культурными артефактами и другими идеями, которые были в то время распространены в мире. Благодаря потоку информации от Александра Македонского и распространению идей, благодаря ему же, Аристотель, учение Аристотеля захватило весь тот цивилизованный мир и в результате, в дальнейшем, когда Европа сначала Аристотеля забыл, ей было, откуда эти самые идеи получить вновь. Благодаря тому, что идеи Аристотеля попали на благодатную почву Египта, где на тот момент уже существовали некие зачатки химии, но химии жреческой и, скорее, не научной, а именно практической. То есть, они умели совершать некие магические обряды, это были химические превращения, они тогда об этом, может быть, не задумывались, тем не менее, они это умели. И идея Аристотеля о том, что существует четыре стихии и их сочетание должно давать нам весь окружающий мир, попав на эту благодатную почву, где люди умели изменять вещества, привело к тому, что возникла идея трансмутации. То есть, если стихии всего четыре, и из них мы можем комбинировать все, что хотим, давайте делать что-то ценное из чего-то не очень ценного. И, таким образом, химия, на тот момент алхимия, которая позднее стала химией, изначально была наукой практической, прикладной, но прикладывали ее обычно к тому, чтобы делать золото из чего-то неблагородного, из свинца. Скорее всего, попытки получения золота из свинца связаны с тем, что по массе они вроде бы похожи, но по цене отличались значительно. Свинец на тот момент был одним из самых доступных металлов, а золото наименее доступным и наиболее ценным. Через сто лет, примерно, после захвата Египта Александром Македонским, появляются первые алхимические трактаты. И в этих трактатах уже суммируется система знаний, методов, какие-то там описания каких-то синтезов. В 300 году уже нашей эры была опубликована энциклопедия, в которой содержалось 28 книг, которые охватывали все знания по алхимии, фактически по химии, накопленные к тому времени. То есть, секрет трансмутации открыт не был, но в процессе поиска этого самого секрета трансмутации было открыто много интересного. Для нас, понятно, ничего нового эти 28 книг не содержали, современные знания гораздо больше. Тем не менее, уже тогда знания о химии содержались в 28 книгах. Не то, чтобы это прям 28 томов Ландау Лившицы, но некая систематизация знаний происходила, и, как видите, знаний было уже достаточно много. Объединение химических практик Египта и идеи Аристотеля привело к возникновению алхимии. Если до этого химические практики были привязаны к каким-то жреческим традициям и ритуалам, то с появлением идей Аристотеля возникла идея того, что можно из одного элемента делать другой, но, в частности, из менее ценного делать более ценный, доступным на тот момент металлом был свинец, наиболее близким по плотности к золоту, поэтому идея была в том, чтобы превращать свинец в золото. И так как у египтян были накоплены практики превращения одних веществ в другие, то они попытались как-то применить их для превращения одного металла в другой металл. И через сто лет после завоевания Египта Александром Македонским уже появился первый алхимический трактат, который суммировал все те знания, которые были накоплены на тот момент. Золото, естественно, получить не удалось, но химические эксперименты проводились, какие-то технологии были разработаны, вещества получены, описаны. И, в общем, это в некотором смысле двигало науку, не очень двигало трансмутацию, но двигало науку к ее современному знанию. Примерно в 300 году нашей эры была издана энциклопедия, которая содержала 28 книг, которые охватывали все знания, которые были накоплены к тому времени. И на этом, то есть примерно в 300 году нашей эры уже алхимия в Египте и в Европе была в некотором загоне, потому что, с одной стороны, алхимию боялись из-за того, что надеялись, что она получит золото, и тогда золото обесценится. С другой стороны, алхимия унаследовала языческие практики Древнего Египта и, соответственно, презиралась христианством, которое пыталось отвергнуть все языческое, в том числе отвергала и алхимию. И вот Диоклетиан устраивал гонения не только на христиан, но и на алхимиков, так как боялся обесценивания золота. Ну, а впоследствии христиане устраивали гонения на алхимиков из-за того, что они использовали какие-то языческие практики. Ну и в итоге совокупного воздействия двух этих факторов боязни обесценивания золота и язычества привели к тому, что в Европе алхимия практически исчезла, ну или, по крайней мере, перестала каким-то образом развиваться. В VII веке н.э. Египет и его библиотеки захватили арабы. В то время был расцвет арабской исламской культуры. Исламская культура заимствовала все идеи, которые были захвачены на новых территориях, впитала их, переварила и, в частности, переняла алхимию, и алхимия развивалась в арабском мире в течение четырех веков. Наиболее яркими представителями алхимии, ну и, скажем так, на воззрениях этих людей удобно показать тенденцию, которая была в развитии алхимии. Первый – это Гебер или Джабир ибн Хаян, который жил примерно в VIII-X веке н.э. Возможно даже, что это не один человек, а целая группа людей или школа, которые подписывались одним и тем же именем своего учителя. Ну и в результате есть достаточно большое количество источников, огромное количество знаний, которое добыто вот этим самым мифическим Гебером. Он создал арабскую уже энциклопедию знаний, книга 70-ти. Скорее всего, эта энциклопедия написана не одним человеком, а группой авторов. Он исходил из аристотелевской картины мира, но идеи были дополнены. Если в случае Аристотеля это были стихии, то здесь уже речь про элементы. И Гебер считал, что золото состоит из серы и ртути. Ртуть была металлом типичным, как считал Гебер, а сера давала тот самый желтый цвет, характерный для золота. То есть идея была в том, что свойства при смешивании объединяются, усредняются. Идея была в том, что если удастся получить очень чистую серу, очень чистую ртуть, то при их правильном смешении должно получаться золото. Но золото не получалось, хотя серу и ртуть чистили как могли. Поэтому была выдвинута следующая идея о том, что для их правильного объединения нужен еще один компонент, эликсир, который в Европе уже был назван философским камнем, либо продолжал именоваться эликсиром. Ну и вот эта идея в том или ином виде просуществовала до XVIII века. Розес, который жил несколько позднее, несколько изменил идею Джабира. Он считал, что ртуть жидкая, серо-желтая, но золото, как известно, еще и обладает некоторой твердостью. Поэтому он считал, что кроме ртути и серы необходима еще некая соль, которая будет придавать твердость. Но в целом Розес занимался медициной, и алхимию считал неким прикладным аспектом. То есть методами алхимии он пытался вырабатывать какие-то медицинские практики. Использовал в качестве источников веществ не только минералы, как раньше, но и животных и растений. В целом алхимия приобрела некие центральные идеи, то есть идея трансмутации и идея объединения свойств отдельных элементов, усреднения этих самых свойств в результате смешения. Эта идея была не слишком верной, тем не менее она позволяла куда-то двигаться. То есть это была гипотеза, которую можно было проверять. И, в общем, примерно этим алхимики и занимались. Последний представитель – это Ибн Сина. Это личность историческая, кстати, так же, как и Розес, в отличие от Гибера. То есть про них точно известно, что они существовали. Про Ибн Сину известно не только год смерти, но даже и дата смерти. И, как видите, ему установлен памятник. То есть это личность известная, в некотором смысле легендарная, но все-таки историческая. Ибн Сина считал, что трансмутация невозможна. И, несмотря на то, что вроде бы занимался алхимией, но это была уже скорее химия, но такая прикладная к медицине. Все-таки в основном он был, скажем так, врачом, астрономом, математиком, но алхимиком, именно как человеком, пытающимся получить золото, он не был. Того тенденция развития алхимии была такая, что сначала люди пытались получать золото, но в процессе исследования они находили много другого интересного, что к трансмутации отношений не имело, но имело практическое значение. И в конечном счете в арабский период алхимия доросла до того, что стала отвергать идею трансмутации. Возвращение в Европу произошло в результате крестовых походов. Идеи алхимии были заимствованы у арабов так же, как арабы заимствовали идею алхимии в Египте. В 7 веке алхимия перешла в арабский мир, ну а где-то в 11-12 веках Европа вторглась в арабские земли. Это привело к возрождению, потому что через арабов была передана и философия Аристотеля, и философия Платона. Ну и вместе с этим была передана и алхимия с ее идеями. Естественно, Европа переняла не, скажем так, передовые идеи, а скорее идеи Джабира или Гибера и идею того, как делать золото. Ну и, собственно, история идеи откатилась на те самые 3-4 века, и европейцы дальше пытались получать золото. Ну вот в 1317 году, судя по всему, желающих получать золото было уже достаточно много, и это вызвало даже интерес со стороны папы. Он издал в 1317 году булу, в которой осудил занятия алхимией. Ну и, естественно, это было связано с экономическими причинами, так как считалось, что если алхимики научатся получать золото, то это обесценит его, ну и им пытались запретить. Тем не менее, развитие алхимии в Европе проходило примерно под тем же соусом, что и в арабском мире. То есть сначала люди пытались получать золото, в процессе этого разрабатывались технологии и получались новые вещества. В результате алхимия становилась на службу медицины, ну и идея трансмутации отвергалась. Ну вот Георг Павер опубликовал книгу по минералогии и металлургии. Его основным занятием была медицина, но он считал, что камни для медицины важны, ну и тем не менее, вроде как он считается тоже алхимиком. Вероятно, параллельно с этим он еще пытался получать золото. Парацельс руководствовался серой ртуть целевой теорией, пытался применять ее для лечения различных болезней, искал эликсир жизни. Эликсир жизни, философский камень, то есть тот самый недостающий компонент, который позволяет всему смешиваться в идеальных, правильных соотношениях. То есть идея вроде бы как есть, вроде бы как цель трансмутация, но эта цель какая-то отдаленная, а главная цель была все-таки медицинская. Ну и в 1597 году Андреас Лебау издал книгу, которая называлась «Алхимия». И в своей книге он сделал, ну в его книге было 4 раздела. Это оборудование, техника работы в лаборатории, методы химического анализа и четвертый раздел «Трансмутация». Если убрать четвертый раздел, то в принципе это более или менее учебник в современном понимании. Андреас Лебау вывел алхимию из тени, то есть если до этого алхимия была чем-то таким скрытным и шифрованным, то он, издав учебник, вывел ее в культуру уже гораздо более широкую. Он осуждал занятие алхимией на дому и считал, что это опасно, вредно, предлагал организовывать специальные лаборатории, ну то есть беспокоился о технике безопасности. Следующая важная идея, которая возникла еще в древнем мире, это идея атомов. И возникла она, исходя из не очень сложных соображений. Если мы возьмем что-то и будем пытаться разделять, то есть если мы возьмем камень и ударим по нему молотком, то он распадется на часть, если мы возьмем маленькую часть и будем бить ее, она будет снова распадаться. И идея была в том, что такое деление не может продолжаться до бесконечности, то есть рано или поздно мы дойдем до такого состояния, когда у нас будут частицы, разбить которые молотком мы уже не сможем. И эти самые неделимые частицы и называются атомами. Вот по мнению Демокрита и его учителя Левкипа, все состоит из этих самых атомов и пустоты. При этом были проблемы. Идея атомизма возникла еще до Аристотеля. И Аристотель, как основатель устойчивой традиции европейской науки, он благополучно опроверг идею атомизма, задав два вопроса, на которые невозможно было в те времена дать разумный ответ. Первое, это как атомы соединены между собой и почему существуют отдельные предметы. Если все состоит из атомов и пустоты, то, соответственно, толкнув атомы, они должны сбиться в кучу. И, соответственно, у нас не будет отдельных предметов, а все будет как-то соединено. Тогда еще ничего не знали про силу трения, про химические связи. Поэтому объяснить это было невозможно. А наука древнегреческая требовала именно объяснения из первооснов всего окружающего мира. Чего в рамках представления об атоме сделать было невозможно. Ну вот, идея того, что атомы должны быть соединены петельками и крючочками, не выдерживала критики, потому что все, кто видел когда-то крючочки, понимают, что если есть атом и крючочки, то крючочки точно можно отломать, значит, атом не является неделимым. Других идей о том, как можно соединить атомы, в Древней Греции возникнуть не могло. Идея умерла, но не до конца. В новое время идея атомизма умерла, но не до конца. И в более позднее время, почти через 2000 лет, после Демокрита, Бойль проводил опыты с газами, и это, скажем так, заложило некие основы нового атомизма. Бойль еще замечательен тем, что, кроме того, что он является, скажем, основоположником современных представлений об устройстве мира, он добился от короля отмены закона, запрещающего алхимикам производить золото. Вероятно, надеялся на что-то. Бойль был первым, но одного Бойля было недостаточно. И для того, чтобы возник новый атомизм, потребовалось достаточно много людей, которые проводили эксперименты, в отличие от древних греков. То есть, древние греки наблюдали окружающий мир. А современная наука – это все-таки наука экспериментальная. И вот рождение этой самой новой экспериментальной науки происходило благодаря вот этим людям. И на основе их экспериментов, их законов возник новый атомизм. То есть, новый атомизм возник как обоснование или объяснение, скорее, тех законов, которые были открыты экспериментально. И тут есть принципиальное отличие от того, что было в Древней Греции. То есть, гипотеза осталась той же самой, но основание совершенно другое. Если до этого основание было умозрительным, то теперь основанием является эксперимент. И остались по-прежнему те два вопроса, которые задал Аристотель, на которые новый атомизм ответов дать не мог. То есть, по-прежнему не было понятно, как атомы соединены между собой, почему они сбиваются в кучу. Но новое время позволило не отвечать на эти вопросы, потому что основным было то, что гипотеза объясняла те факты, которые были получены. От гипотезы больше не требовалось всеобщности, в отличие от гипотез Древней Греции. Это было шагом вперед и позволило развиваться дальше значительно быстрее. В 1808 году Джон Дальтон в своей книге опубликовал четыре фундаментальные аксиомы атомизма. Из этих самых четырех аксиом в настоящий момент ни одна не является верной, потому что материя состоит из мельчайших невидимых частиц, называемых атомами. Все мы знаем, что атомы не являются мельчайшими частицами. Они, в свою очередь, состоят как минимум из ядра и электронов. Ну а дальше ядро тоже уже состоит из наклонов. Основной характеристикой элемента, по мнению Дальтона, была масса. Но мы теперь знаем, что существуют изотопы, это элементы, которые имеют одинаковую массу. И атомы отличаются друг от друга скорее зарядом ядра и электронной оболочкой, чем массами. Дальше Дальтон считал, что атом не может быть уничтожен или создан. Сейчас мы знаем, что атом можно уничтожить и создать. Причем можно создать его не обязательно из протонов и электронов. Можно создать антиатом. Можно создать атом из протона и мезона. Но третий тезис однозначно неверен. Ну и последний тезис, который, скажем так, наиболее близок к реализации. Эти элементы соединяются друг с другом в химических реакциях в небольших целочисленных соотношениях. Если речь про молекулярные соединения, то это утверждение верно. Если речь, например, про оксид железа-2, который имеет нестихиометрический состав, то есть соотношение железа и кислорода не является целочисленным, то это соединение уже не удовлетворяет этой самой аксиоме. Но аксиомы обязаны быть всеобщими, поэтому всеобщностью ни одно из этих утверждений не обладает. Тем не менее, атомизм никуда не делся, мы все вроде придерживаемся этой замечательной идеи, потому что она объясняет те факты, которые мы наблюдаем. Ну вот уже в рамках идеи атомизма Менделеев предложил свою таблицу Менделеева в 1869 году. Это первый вариант таблицы, он еще несовершенный, и тут есть ряд ошибок. Но важное, что здесь есть, это пустые клеточки. То есть табличный вариант от любого линейного, циклического, сферического, еще какого-нибудь, отличается тем, что в таблице мы можем добавлять элементы столбцами или строками, и мы не можем между любыми двумя элементами запихнуть еще один. И соответственно, если мы запихиваем элементы каким-то образом по неким правилам, то у нас могут оставаться пустые клетки, и наличие этих самых пустых клеток говорит о существовании элементов, которые до сих пор не открыты. Ну и здесь изображены три пустые клетки, которые были заполнены еще при жизни Менделеева, поэтому его таблица имела предсказательную силу даже в таком виде. Через два года Менделеев несколько дополнил таблицу элементов, исправил и улучшил, и в результате она приобрела практически современный вид. В 1868 году был открыт гелий, но если вы обратите, то в таблице Менделеева он отсутствует, потому что Менделеев формировал таблицу исходя из химических свойств, а гелий был открыт спектроскопически в короне Солнца, поэтому некуда было его положить, и его не положили. Тем не менее, из воздуха в 1894 году был выделен аргон, и после этого стало понятно, что два элемента уже, гелий и аргон, которые положить некуда, должны сформировать новый столбец. И аргон был открыт экспериментально, для него была определена масса, с химическими свойствами там было бедно, но массу определить удалось. И в результате стало более-менее понятно, куда его положить. Положили его слева от щелочных металлов, сейчас нервные газы располагаются справа, это, наверное, не очень принципиально. Принципиально то, что открытие аргона привело к тому, что нужен был еще один столбец. И в течение восьми лет этот столбец был заполнен. В 1902 году был открыт ксенон, это последний элемент, который дополнил этот самый столбец. До него в 1898 году был открыт криптон и неон. То есть в течение восьми лет, в очень короткий срок, были открыты новые элементы, и заполнен столбец инертных газов, скажем так. Современная таблица Менделеева выглядит вот таким образом. Затенены здесь те элементы, которые при Менделееве были неизвестны. Но, как видите, таблица, в общем-то, сохранилась, идея осталась, и она развивалась, улучшалась, и до сих пор периодический закон на таблице Менделеева служит атрибутом и инструментом химии. В конце уже 19 века стало понятно, что атом не является неделимым, что он состоит из каких-то частей. Крукс впервые получил катодные лучи, но не понял, что это такое. А Томпсон в результате исследования катодных лучей понял, что катодные лучи не зависят от того металла, из которого они извлекаются, что они отрицательно заряжены, что они имеют небольшую массу, ну и позднее эти частицы были названы электронами. Спин электрона был открыт значительно позже, тем не менее отклонение в магнитном поле было обнаружено, но про спин тогда не говорили, потому что спин — это квантовое свойство. В 1925 году, по-моему, была опубликована статья, которая касалась спина, и там была предложена идея вот этого самого вращения, которая, скажем так, не совсем верна, но закрепилась, благодаря ей закрепилось вот это самое название спин — вращение. Спин — это собственный магнитный момент электрона. Для электрона он равен одной второй. Магнитная стрелка компаса может принимать два положения в магнитном поле. Это по полю и против поля. Положение по полю является стабильным, положение против поля — нестабильным, потому что незначительное изменение направления приведет к перевороту. Ну вот стрелка компаса ведет себя примерно так же, как спин. Ну не совсем, потому что для стрелки возможны промежуточные состояния, для спина — нет. Для спины возможны только два состояния. и, переходя из одного состояния в другое, происходит либо поглощение, либо выделение энергии, и на этом основан электронный промагнитный резонанс, в частности. Следующее важное открытие с точки зрения строения атома было сделано Резерфордом. Точнее, Резерфорд систематизировал те результаты, которые были получены его аспирантами, Эрнестом Марсденом и Хайнсом Гейгером. И Резерфорд написал статью, сославшись на них, где я утверждал, что ядро содержит почти всю массу атома, что оно имеет небольшие размеры. И если сейчас мы говорим о том, что это модель атома Резерфорда, то Резерфорд в своей статье ссылается на японского ученого, работавшего в Токийском университете, который в 1904 году предложил, тогда это называлось, сатурнианская модель строения атома, где основная масса была сосредоточена в ядре, а электроны располагались в виде таких сатурнианских колец. Резерфорд смог определить заряд ядра золота и оценивал его как от 97 до 114. У него было два эксперимента. В одном эксперименте 97, в другом 114. Но он решил, что примерно 100. На самом деле 79, то есть ошибся он с одной стороны значительно, с другой стороны по порядку величины угадал. Но данная модель не объясняла, почему электроны, которые вращаются вокруг ядра, не падают на него, и почему атом не испускает постоянное электромагнитное излучение. Это результаты экспериментов. Нильс Бор не то чтобы объяснил, но предложил математическую модель, в рамках которой электронам было запрещено излучать, запрещено было, ну, излучать постоянно, запрещено было вращаться по любым орбитам, кроме Боровских, и переходя с одной Боровской орбиты на другую, электрон мог испускать энергию, либо поглощать энергию, в зависимости от того, вверх или вниз он перемещался. Ну и эта модель объясняла спектр водорода. Ну, на этом как бы и всё. Не очень было понятно, почему так происходит. То есть это было, скажем так, некой искусственной моделью, которая объясняла существующую реальность. Другой моделью, менее искусственной и математически более строгой, была квантово-химическая модель. И в 26-м году Шрёдингер предложил, собственно, уравнение Шрёдинга, решение которого давало правильный ответ. Надо понимать, что правильный ответ был уже известен, то есть известны были свойства атомов, известно было, какой ответ мы должны получить. Непонятно было только ответом какой задачи, решением какой математической задачи является этот самый правильный ответ. Ну и Шрёдингер предложил ту самую математическую задачу, решение которой давало правильный ответ. Ну и вот до сих пор это решение даёт правильный ответ. В 32-м году был открыт нейтрон, и после этого стало понятно, что ядро, в общем, тоже представляет собой сложный объект. Но с точки зрения химии строение ядра, наверное, уже не так важно. Химия — это всё-таки про электронные оболочки. Но если мы немножко снова откатимся назад, вспомним Дальтона, то у Дальтона характеристикой атома и элемента, соответственно, была масса. Менделеев расставлял элементы в соответствии с массами. И в какой-то момент, в начале 20-го века, после открытия радиоактивных элементов и развития технологии разделения и очистки веществ, стало понятно, что этих самых элементов становится слишком много. То есть за несколько лет было получено достаточно большое количество элементов, которые имели близкие свойства, при этом разные массы. В 2010 году Фредерик Содди приготовил смесь трёх на тот момент элементов и показал, что химическими методами разделить эту самую смесь не удаётся. и сказал, что эти элементы обладают одинаковыми свойствами. А значит, эти вещества содержатся в составе один и тот же элемент, просто характеристика элемента масса уже не является. То есть это элементы, которые имеют разную массу. При этом было известно ещё задолго до, то есть ещё в 19-м веке, Теодор Вильям Ричардс исследовал различные элементы, определял их точные атомные массы, и он выяснил, что свинец, в зависимости от месторождения, в котором он был обнаружен, имеет различные массы. Но тогда этому не придали значения. А вот после опытов Содди стало понятно, что это явление достаточно широко распространено. Ну и для элементов с разной массой, для атомов с разной массой, являющихся одним и тем же элементом, предложили название изотопа в 1913 году. Ну а ещё чуть позже, после изобретения масс-спектрометра, Фрэнсис Вильям открыл изотопы неона в природной смеси. После усовершенствования своего масс-спектрометра он смог определить природные изотопы и других элементов. И в 1925 году он измерил уже 213 изотопов, определил дефекты масс, что позволило в том числе изобразить вот такую табличку. Это таблица Менделея, в которой изображены изотопы. Только 19% элементов являются моноизотопными, всего 22 элемента. Все остальные являются смесью изотопов. Некоторые, как, например, водород, в основном состоят из проти, но дейтерия там немножко всё-таки есть. Есть такие элементы, как, например, молибден или рутений, у которых изотопов много, и эти изотопы в больших долях представлены в природной смеси. Современное представление о строении атома базируется на квантово-механических представлениях. Здесь записан гамильтониан многоэлектронного атома. Это, по большому счёту, в настоящий момент картинка. На третьем курсе, наверное, или позже, когда у вас квантовый механик, вам более подробно объясняют, что всё это значит, нам же нужно понимать, что в атоме действуют электростатические взаимодействия между электронным ядром, между электронами. Ну и здесь, так как это оператор энергии, то тут ещё есть вклад кинетической энергии электрона. Кинетической энергии ядра отсутствует, потому что мы всегда можем наш отсчёт связать с центром ядра, и, как следствие, его кинетическая энергия будет равна нулю. Никаких других сил, кроме электростатических взаимодействий, в атоме не существует, и основным законом химии является даже не периодический закон, а скорее закон Кулона, который определяет все взаимодействия внутри атомов, молекул. Решением уравнения Шрёдингера является волновая функция и собственное значение... Решением уравнения Шрёдингер является волновая функция и значение энергии, соответствующая этой самой волновой функции. Волновую функцию также называют орбиталью. Замечательная особенностью волновой функции является то, что её можно представить в виде произведения радиальной и угловой части, то есть в виде произведения двух функций, одна из которых зависит только от расстояния, а другая зависит только от угла. К сожалению, аналитическое решение возможно только для водородоподобного атома, для всех остальных приходится проводить численные расчёты и, как следствие, все картинки, которые вы видите в учебниках на сайтах, красивые картинки орбиталей, это всё орбитали водорода. Орбиталь параметризована несколькими числами, которые называются квантовыми. Главное квантовое число определяет в основном энергию орбитали. Орбитальное квантовое число определяет энергию и условно форму орбитали. может орбитальное квантовое число принимать значение от нуля до n-1, для того чтобы не путать значение главного квантового числа и орбитального, значение орбитального квантового числа обозначают буквами 0s, 1p и так далее, dfg. Ну и так как два этих квантовых числа определяют энергию, то их сочетание является, обеспечивает подуровень, ну и подуровни 1s, где 1 это главное квантовое число 1 и s это орбитальная 0, 2s, 2p, 3p и так далее. Так как волновая функция может принимать как положительные, так и отрицательные значения, существует точка, в которой знак волновой функции меняется. Эта точка называется узлом, и здесь соображены 2s и 2p функции, точнее радиальная часть этой самой функции. И видно, что 2p этих самых узлов не имеет, 2s имеет узел. Соответственно, 3p уже будет иметь узел. Магнитное квантовое число определяет условно ориентацию орбитали. Магнитное квантовое число может принимать значения от минус l до l для s-орбитали, возможно, единственное значение, для p-орбитали таких значений 3, для d-орбитали таких значений 5. Значения, собственно, ml особого смысла не имеет, потому что для удобства используется не p0, p-1, p-1, а px, py, pz. При этом px и py являются комбинацией p1 и p-1. Поэтому для нас важно не значение ml, а, по большому счету, их количество. Картинки орбитали, которые обычно изображают, это поверхности равной плотности вероятности. Цвет, в данном случае синий и красный, отражает знак волновой функции. То есть, если мы посмотрим на 1s-орбитали, на красненькое, и знак мы не знаем, но он не меняется на этой самой поверхности. А вот, например, 2pz, есть две части этой самой картинки. В одной части функция принимает отрицательное значение, в другой части положительное. Ну и то же самое можно сказать про d-орбитали. Для, например, 3p-орбитали видно, что существует узел, то есть есть область пространства, в которой функция принимает отрицательное положительное значение, причем это чередуется вдоль оси. То есть вот вдоль оси происходит изменение знака волновой функции на противоположной. То же самое наблюдается для 4d-орбитали. То есть те картинки, которые обычно приводят, вот справа они здесь приведены, это 3d-орбитали, 4d-орбитали имеют несколько более сложное строение. Интересно, что вероятность нахождения с электрона вблизи ядра отлична от нуля, в отличие от всех остальных орбиталей. И это вот примерно можно увидеть на картинке, приведенной на слайде. То есть здесь это уже функция радиального распределения, то есть вероятность найти электрон на определенном расстоянии от ядра. И видно, что 2p вблизи нулевого расстояния от ядра, то есть вблизи ядра равна нулю, в отличие от 2s, для которой вероятность нахождения возрастает достаточно быстро. Мы с вами поговорили о орбиталях, но пока на этих орбиталях не было электронов, хотя вроде бы орбитали нужны были для того, чтобы объяснить строение атома, а атом, как известно, состоит из ядра электронов. Электроны условно располагаются на орбиталях, то есть это на самом деле не совсем правильно, то есть электроны не располагаются на этих самых орбиталях. Орбитали — это правила поведения электрона вблизи ядра. И электрон, подчиняющийся этим правилам поведения, имеет определенную энергию. Для того, чтобы определить, в каком порядке заполняются орбитали, то есть в каком порядке электроны приобретают эти самые правила поведения, есть несколько принципов. Самый главный принцип — наименьшая энергия. Этот принцип абсолютно верный, но в некотором смысле бесполезный, по той простой причине, что считать энергию каждый раз, ну, в общем-то, можно, но неудобно. Поэтому есть мнемонические правила, в частности, правила Кличковского. Кличковский предложил это правило в 1951 году, в 1936 году это же правило было предложено Маделунгом, но нам важно, что правило мнемоническое. Это значит, что оно необязательно к исполнению. Действительно, есть несколько исключений из этого правила, рассматривать мы их не будем, но надо просто понимать, что они есть, и для мнемонического правила это вполне нормально. Значит, суть мнемонического правила в том, что орбитали заполняются в порядке увеличения суммы суммы главного и орбитального квантовых чисел n плюс l. И если значения n плюс l одинаковые, то заполняется в порядке увеличения главного квантового числа. В таблице приведен порядок заполнения, приведены n, l, и сумма n плюс l. Видно, что орбитали заполняются, и действительно заполняются они именно в таком порядке. Принцип Паули касается электронов, и на каждой орбитали может располагаться не более двух электронов, потому что орбиталь характеризуется тремя квантовыми числами. электрон благодаря наличию собственного магнитного момента дает еще два варианта проекции на выделенную оси ms плюс одна вторая и минус одна вторая. Ну и, как следствие, полный набор четырех квантовых чисел. И, как следствие, на одной орбитали возможны два электрона, у которых три квантовых числа будут совпадать, а, собственно, проекция спина будет отличаться. Того для 1s-орбитали возможно два электрона с четырьмя различающимися наборами квантовых чисел, для 2p-орбитали таких электронов возможно шесть, ну и для 3d их уже будет десять. Для наглядности орбитали изображают квадратиками или полочками и заполняют их электронами. Ну вот, это 1s-орбиталь заполненная, это 2p-орбиталь заполненная, ну а это уже набор орбиталей, которые заполняются в порядке увеличения энергии. Пока мы заполняем 1s-орбиталь, все хорошо, пришел первый электрон, после этого пришел второй, дальше третий электрон приходит на 2p-орбиталь, после этого заполняется 2p, приходит первый электрон на px-орбиталь. И вопрос в том, куда придет следующий электрон, и об этом нам говорит правило Хунда, то, что орбитали заполняются таким образом, чтобы спин-система была максимальной, а это значит, что следующие электроны будут заполнять py и pz-орбитали. Ну а четвертый электрон на p-орбиталь будет уже приходить в качестве пары. Ну и аналогично заполняются 3s-орбитали и 3p-орбитали. С точки зрения химии важны только внешние орбитали, которые являются валентными. Внутренние орбитали не участвуют в химических взаимодействиях, потому что расположены слишком близко к ядру. К слову сказать, здесь изображена электронная конфигурация атома хлора. И у него 7 валентных электронов и внутренние электроны, которые не участвуют в образовании химических связей. В таблице Менделеева элементы классифицируют по заполнению валентных орбиталей. Если полностью или частично заполнены s-орбитали, то говорят о s-элементах. Если полностью или частично заполнены p-орбитали и s-орбитали, то p-элементы. Если s и d, то d-элементы. Ну и если заполнены хотя бы частично f-орбитали, то говорят о f-элементах. В левой части таблиц Менделеева располагаются щелочные металлы. Они открывают периоды. Ну и в правой части с полностью заполненными валентными оболочками находятся инертные газы. Штатомы обладают рядом свойств, которые мы можем померить. В частности, например, энтальпия ионизация, то есть минимальная энергия, необходимая для удаления электрона из одного моль газообразных атомов и ионов на бесконечное расстояние. Потенциал ионизации это разность потенциалов, в котором происходит ионизация атома. И две эти величины могут быть пересчитаны друг в друга и характеризуют в общем-то один и тот же процесс. Обычно рассматривают отрыв одного электрона и в случае кальция, у которого два валентных электрона есть первый потенциал ионизации, отрыв первого электрона, второй потенциал ионизации это отрыв электрона уже от положительно заряженного иона. Ну или если мы хотим узнать количество энергии необходимое для отрыва двух электронов, то потенциал ионизации нужно складывать либо энтальп ионизации. Я уже говорил, что основным законом химии является закон Кулона и с увеличением расстояния и изменением заряда будут меняться и потенциалы ионизации. Если мы посмотрим на функцию радиального распределения, видно, что 1С-электроны располагаются ближе к ядру, они сильнее с ним взаимодействуют, 2С-электроны располагаются дальше от ядра, взаимодействуют слабее, 2С-электроны оторвать будет проще. Если мы теперь посмотрим на щелочные металлы, которые располагаются в левой части таблицы Менделеева, у них одинаковый состав в валентной оболочке, но главное квантовое число отличается. При этом меняется также размер атома. Эффективный заряд ядра, который имеет смысл иметь в виду, у них будет практически одинаковым. Эффективный заряд ядра это тот положительный заряд, который действует на валентные электроны. И так как валентные электроны смотрят на атом немножко издали, то есть снаружи, то видят они внутренние электронные оболочки, которые экранируют заряд ядра и взаимодействуют с неким эффективным зарядом ядра, который значительно меньше, чем суммарный заряд ядра, то есть порядковый номер элемента в таблице Менделеева. Поэтому можно считать, что эффективный заряд ядра будет примерно одинаковым для всех и примерно соответствовать заряду валентной оболочки и это будет приводить к тому, что и размер атома будет увеличиваться и потенциал ионизации будет уменьшаться как следствие увеличения размера. здесь схематично изображено изменение размеров в масштабе от водорода к цезию ну и потенциал ионизации или энтальпионизации будет уменьшаться в этом направлении. Если мы теперь рассмотрим вторую группу от лития до неона, то в данном случае главное квантовое число остается неизменным, поэтому увеличивается эффективный заряд ядра и ядро сильнее притягивает электроны. В результате размер валентной оболочки уменьшается и мы видим, что размеры здесь опять приведены в масштабе размеры от лития до неона меняются значительно. Как следствие энергия взаимодействия внешних электронов валентных электронов с ядром увеличивается и потенциал ионизации в этом ряду возрастает. если мы теперь посмотрим на все элементы, которые изображены на этом слайде и посмотрим на изменения потенциалов ионизации, то видно, что от водорода к гелию, от лития к неону, от натрия к аргону и так далее происходит увеличение потенциала ионизации. Увеличение происходит не монотонно, особенности объяснить простыми электростатическими взаимодействиями мы не можем, тем не менее общая тенденция видна даже исходя из простых электростатических взаимодействий и закона Кулона. То же самое можно сказать про изменения в рядах. Ну вот тут еще есть D-элементы, которые несколько тоже портят картину. И изменение в ряду щелочных металлов и изменение в ряду инертных газов оно более или менее объяснимо в рамках изменения радиуса этих элементов. Сверху вниз радиус увеличивается, потенциал ионизации уменьшается. следующее свойство атома это сродство к электрону. Если мы можем оторвать электрон, наверное, можем предложить атому и присоединить этот самый электрон. И сродство электрона это энергия, которая выделяется или поглощается при присоединении электрона к газообразному атому или иону. Большинство атомов охотно присоединяют электроны, при этом выделяется некоторое количество энергии, но количество энергии, которое выделяется различно. Те элементы, которые находятся выше синей линии, характеризуются выделением энергии при присоединении электрона. Те элементы, которые ниже линии, характеризуются поглощением энергии, то есть они электрон не присоединяют. Кто же там находится внизу? Внизу находятся инертные газы с завершенными электронными оболочками, то есть электрон, который приходит, он располагается на орбитале, которая имеет более высокое квантовое число, главное квантовое число, чем электроны валентной оболочки. Ну и также ниже нуля находятся бериллий и азот, но вы видите, что они располагаются очень близко к нулю, то есть проигрыш там есть, но он незначительный. Рекордсменами по сродству к электрону, то есть максимальный выигрыш, имеют галогены, то есть элементы, которым не хватает одного электрона до завершения валентной оболочки. Продолжение следует... Продолжение следует... следует...